За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 130 происшествий. Из них 8 преступлений, 7 из которых раскрыто. По одному проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 59 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в том числе одно ДТП с причинением вреда здоровью. 4 марта текущего года около 18 часов в пешеходной зоне в районе дома номер 11 по улице Смедовича города Наринмара произошло дорожно-транспортное происшествие с участием снегохода. По словам очевидцев, водитель снегохода некоторое время ездил на площади Марацей, затем выехал на пешеходный Арбат и сбил женщину 54 года рождения. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение Ненинской окружной больницы. Ей оказана медицинская помощь. Проведенное освидетельствование показало, что водитель снегохода находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Ненинскому автономному округу проводится проверка. В целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 3 по 5 марта на территории города Наринмара и поселка искателей, проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого выявлено 4 административных правонарушения по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и 1 по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах с 3 по 5 марта 2017 года, проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Нарушение общественного порядка не допущено. В целях профилактики правонарушений на зимних автодорогах с 1 по 10 марта текущего года на территории вахтового поселка Хорягинский Ненинско-автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Вахта». Управление уголовного розыска Главного управления МВД России по Новосибирской области разыскивается несовершеннолетней Воропаевой Екатериной Олеговной, 15 мая 1999 года рождения, которая 3 августа 2016 года ушла из дома в поселке Тельменко Алтайского края в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. Приметы. На вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые. Была одета рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые. По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Новосибирской области, последний раз ее видели 9 августа 2016 года на территории Ленинского района города Новосибирска. У кафе «Улыбка» — стоянка дальнобойщиков. Может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить Главное управление МВД России по Новосибирской области по телефону 8-383-232-27-00 или 8-913-795-10-47. Житель Наринмары будет привлечен к ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции. 3 марта 2017 года в дежурной части Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в городе Наринмаре незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети «Друг вокруг». В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления установлено, что гражданин, осуществляющий продажу алкоголя, доставлял заказ на автомобиле и во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку водки объемом пол-литра стоимостью 500 рублей. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъято более 30 литров алкогольной продукции, правонарушитель будет привлечен к административной ответственности по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица и по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством. По результатам проверки материалы административного расследования будут направлены в Мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу совместно с пограничной службой ФСБ провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов в акватории реки Печора Ненецкого автономного округа. В ходе рейда в пяти километрах от поселка Фариха в районе Болванской губы выявлен житель округа 1958 года рождения, который осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов. На месте происшествия были обнаружены сани волокуши, в которых находились 30 экземпляров рыбы породы Нельма, занесенных в Красную книгу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За прошедшую неделю сотрудники полиции раскрыли ряд преступлений. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин 1988 года рождения, находившийся в розыске, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пункта А, части 2, ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Группа лиц по предварительному сговору. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно постановлению Наринмарского городского суда, он водворен в изолятор временного содержания Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что кражу снегохода на улице Озерной, поселка Красное, совершили двое жителей поселка Нельминнос, 1982 и 1997 годов рождения. После чего злоумышленники продали похищенный снегоход жителю поселка Красное. Следователем следственного отдела УМВД России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом А, В, части 2, ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража совершенной группы лиц с причинением значительного ущерба гражданину. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие и наркотическое вещество. В ходе проведения профилактического мероприятия на одном из нефтегазовых месторождений Ненецкого округа у жителей республики Коми изъято мелкокалиберные патроны, обрез гладкоствольного охотничьего ружья, а также вещество растительного происхождения в количестве 25 грамм, которое по результатам проведенного исследования признан наркотическим веществом растительного происхождения. Дознавательным отделом по организации дознания УМПД России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия и боеприпасов. И части 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, переработка, наркотический средств, перевозка растений, содержащих наркотические средства. 3 марта текущего года в рамках Всероссийской весенней акции «8 марта в каждый дом» в Управлении Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу состоялась торжественная церемония вручения паспортов девушкам, достигших 14-летнего возраста. В церемонии приняли участие руководство УМВД России по Ненецкому автономному округу, члены Общественного совета при Управлении, родители и сотрудники отдела по вопросам миграции. Начальник управления, полковник полиции Олег Яковлев и заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Ненецкому автономному округу Владимир Тимощенко поздравили девушек с получением первого важного документа. Пожелали быть достойными гражданами своего отечества, хранить и приумножать российские традиции. В преддверии празднования Международного женского дня девушкам вместе с паспортами вручили цветы. Руководство и личный состав Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу поздравляет всех женщин с Международным женским днем 8 марта. Желаю всем женщинам округа здоровья, вечной молодости, красоты и очарования, прекрасного весеннего праздничного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова